всем привет привет солнечного острова кипр рада приветствовать вас на нашем канале кипр family vlog и напомню зовут меня екатерина сегодня мы затронем очень важную тему на мой взгляд это аренда машин конечно брать ли машину в аренду или нет решать вам мое мнение это очень удобно дело в том что если вы хотите путешествовать по острову и посмотреть замечательный кипр то конечно будет удобно взять машину в аренду напомню что на кипре левостороннее движение но буквально за 20 минут вы привыкаете к такому виду движения абсолютно не сложно я вам расскажу в конце видео несколько лайфхаков сразу скажу что очень удобно и выгодно брать в аренду машину у местной компании потому что всегда можно договориться о скидке и есть ряд преимуществ по сравнению с интернациональными компаниями давайте их рассмотрим не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал чтобы не пропустить новое видео итак мы приехали в аэропорт и видим большое количество агентств которые предлагают взять машину в аренду прямо в аэропорту зале прилета в основном это международной интернациональной компании с которыми вы скорее всего уже знакомы если хотя бы раз брали машину в аренду за границей но мы обратимся с вами в местную компанию кипрскую и здесь говорят на русском языке здравствуйте мы можем до снять маску для видео потому что сейчас еще действует ограничение мы все должны быть масках но чисто для видео с дистанцией 2 метра мы маску снимем значит мы местная компания которая самая большая и работаем не как интернациональная компания все по другое работаем значит у нас депозиты не берем деньги не заблокируем карточки можно оплачивать наличные давайте разберем подробно вот мы туристы прилетели сейчас из россии прямо в аэропорту хотим взять аренду и поехать путешествовать по кипру возможно какие документы нам нужны на право на которые написано то есть это подходит русские права или обязательно нужно подходит ага и и но например есть в россии сейчас интернациональные права на это не тоже подходят они тоже подходят отлично так права что еще так хорошо значит мы здесь заключаем договор и прямо здесь в аэропорту можно взять машину но наша парковка наверху находится но тоже одна территория уже по поводу страховки всегда есть на машины и главная страховка нас франшиза если клиенты хотят убрать франшиза это дополнительная плача то есть за франшизу надо доплатить отдельно а стоимость страховки она включена изначально да вот минимальная вот все категории здесь на машины и летные цены зимние цены но всегда мы делаем скидки на это цены это не финальная цена давайте для примера рассмотрим вот приехала семья из четырех человек два взрослых два ребенка нужен автомат и к на эконом вариант для путешествий по кипру на одну неделю значит зависимость когда если придут сейчас вот в конце апреля мы прилетаем конце апреля значит может быть будет 20 евро в день всегда на переводить договор они оплачивают такси аэропорта которая 20-20 евро потом на это категория которой я говорю есть ли они хотят убрать страховка это еще 5 евро в день значит на 7 и плюс еще 35 и единственный дипод который берем это твое бензин берут машина в полный бак оплачивают бензин и они могут вернуть полный бак что взят деньги обратно или если придут в спайбак не возвращаем деньги можно вернуть и пол бака тогда возражаем и так примерно значит наверно да цена для машина которая страховка на имеет франчиза она франчиза означивает на эту категорию машина франчиза 700 евро это в случае на аварии если они наш водитель он виноват он отговорный 1 700 евро дальше сверху сам ничего не оплачивает ага а если хочет убрать франчизу это будет на этой категории машину будет еще 5 евро в день дополнительно а франшиза дает что полностью страховку полная оплата если что-то случится они вообще ничего не оплачивают так и того получается 7 дней по 20 евро плюс 20 евро таксы аэропорт и 65 евро это депозит на бензин если возвращаете машину с полным баком 65 евро вам возвращают не если не плачевать наличные возвращаем деньги наличным если плачевать карточку возвращаем на карточку отлично не возврат машины да как происходит на парковку на верху откуда клиенты берут машины они завершат на то же самое место у нас офис там наверху находится когда возвращают машину там будет человек он проверяет бензин и сразу депозит завершать наверху а прямо так сразу офис наверху работа с басми до 11 вечером единственное когда они если они улетают ночью тогда они не оставляют машину на парковку просто надо сделать фотку на бензин придут внизу оставит но человек который здесь работает круглосуточно здесь да чтоб он да здесь круглосуточно а на верху только до 11 вечера а взять машину в аренду тоже круглосуточно можно то есть здесь отлично без выходных на брушуру написано никази ладнака пафос на аэропорт лимасова и она по пафос город тоже то есть если сразу в аэропорту не надумали брать машину то можно позвонить и подъехать и договориться до взять машину в другой точке в другой точке но есть одну если берешь машину от один город и возвращаешь на другой город это дополнительно 20 ага это просто надо учитывать да вот адреса и телефон я ты можешь давать мой телефон на чтобы делать резерваться мной ватсап и вайбер у меня тоже давайте запишем вот телефон мира нам любезно предоставила внизу в описании под видео я еще раз его продублирую вайбер ватсап можно звонить обращаться разговаривать по-русски и бронировать на определенную дату правильно спасибо вам большое всего хорошего сейчас поднялись на верхний уровень ко второму офису компании петсс рэнтэкар одна из самых больших компаний на кипре по аренде машин давайте посмотрим их парк а сейчас расскажу несколько моментов почему не стоит бояться брать машину в аренду на кипре смотрите номера у арендованных машин вот такого красного цвета все местные жители будут знать что это арендованная машина и вы можете не так быстро ориентироваться в местности в правилах дорожного движения на кипре и будут предельно аккуратно осторожно рядом с вами и так как и обещала рассказывал айфхак как я училась водить машину на кипре когда вы едете по дороге с разделительной полосой то здесь все понятно вы едете так же как и все но на маленькой улочки вам нужно помнить что вы должны быть как водитель по середине дороги ближе к центру еще один момент на который конечно стоит обратить ваше внимание на кипре очень часто встречается круговое движение и здесь в отличие например от россии действуют абсолютно другие правила сейчас я вам покажу когда мы выезжаем на площадь с круговым движением то главная дорога всегда на круговой то есть мы пропускаем тех кто у нас едет по круговой и только потом выезжаем на круговое движение если вам понравилось данное видео оно было для вас полезным поставьте пожалуйста лайк а также не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить новое видео спасибо за просмотр данного видео и всем пока пока